Ножницы Чтобы не было вот таких вот саблей Ножницы Здесь тело стоит Здесь тело поворачивается вместе с бедрами Вместе с бедрами Реверс Кулак стоит по центру На уровне лба Это отличие от того, что обычно мы верхнюю держим на уровне глаз Здесь выше взгляда Вот здесь сюда И здесь Раз, два Здесь бедра выравнивается Здесь позиция Раз, два, три Четыре на четвертый счет Раз, два, три До уровня глаз Раз, два, три В сторону, не назад, в сторону Лежать вот это сабор Понятно, да? Здесь вот эти рули должны быть жесткими Отхватом мы всегда включаем Включаем тело целиком То есть когда мы находимся в этом положении Смотрим здесь, да? Здесь у нас центр Центр Здесь центр Да? Центр Вот здесь, когда уходим назад Вместе Видите? Отсюда О-с-о-с И здесь включается бедро плечом Обязательно оторвать Так как мы делаем во второй пинате Помните? Вы делаете раз-два Отрываете Отрываете Пам! Потом идет сюда То же самое примерно здесь То есть вы вошли Раз-два Раз-два Вот после этого После этого Держать тело не поворачивайте То есть пошли сюда В принципе вы делаете так Как Александр Иванович Учитесь все хорошо и правильно Но Когда вы входите сюда Я вижу вот такие позиции Таких позиций тут не должно быть На самом деле такая позиция То есть вы вышли Раз-два И все время эту бурку Держать И двигать пальцы на лобовый глаз Понятно, да? Переворот Переворот Вертикаль После этого Два-три-четыре Пальцы где-то примерно Время То есть вы включите Целите и включите Вот, понятно? Потом стойка Блок И повторяется Все то же самое Блоката Здесь Бедра под 45 Бедра под 45 И тело под 45 И оно будет так оставаться Здесь ваш был удар Удар сверху Это не блок Это удар Но это вы знали, да? Да То есть если идет захват Допустим захват руки Вы оторвали этот захват По другой руку По другой руку, да? Здесь идет Не блок А здесь именно удар Учленение пальца Вот это Удар Обрывает пальцы Понятно? А? Да-да-да Да-да-да Понятно? Вот это просто Это маленькие-маленькие Вот такие детали Если контролировать вот эту позицию Все время Когда вы вышли сюда Да? Пошли У вас все время горка Не должна быть так Горка Горка Ну здесь у вас четвертый парк Здесь третий парк Один момент, который связан с выполнением блока Некоторые из вас В частности Здесь То же самое Идет по кругу рука Рука не должна идти по кругу Она идет по кратчайшей прямой То есть когда вы повернулись сюда Оп! Повернулись Когда вы поворачиваете Раз! И уже смотрим туда И дальше рука Смотрите Она идет по прямой Она не идет вот так Да? Отсюда Раз Два Три И Есть такое понятие как Язык тела Body language Там В Европе там Используют в том числе и такие Face expression body language Да? То есть язык тела и выражение лица Значит здесь Когда вы стоите Значит позиция Оп! И вот здесь Когда начинает рука Она которая совершает защитное движение Она находится в сборе Поэтому когда он находится Оп! Не просто движение А движение Сила пошла Сила пошла Бам! Направленная сила Центр Понимаете? Да? Дальше Опять же Не достает Не хватает Работы тела на отрыв захвата То есть если меня схватили за руку Ах! И я отрываю Я не просто Я отрываю Я телом отрываю Когда есть идея Поэтому если вы делаете Янсу просто Шпок-шпок Как говорил Станиславский Не верите Не верите Понимаете? Актеры Не верят И судья не поверят И вам от этого толку не будет У вас энергетика не раскручена Понимаете? Если вы будете просто так делать Вот Поэтому Когда вы сделали Олз 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 Отрыв Нанесли удар Пальцы вверх Раз Два Три Точка Раз Вот это должна быть конструкция показана Не просто повернуть А повернуть И Вкрутить Туда Сначала идет поворот А потом освобождение Да Потом освобождение Потом удар Понятно? Значит основное блок Цель Особенно когда Вот Вы сделали Потом Длинный поворот Особенно здесь Раз И пошла рука Пошла в ногу Вот так Что происходит Если вы стоите Раз И у вас рука Единая целая Вместе с телом Она уже вышла с руками Она не сама движется А вместе с телом Она вместе с телом Смотри Рука стоит здесь Смотри Сейчас здесь жесткая конструкция Я поворачиваюсь Оп Видите? Вся конструкция Поворачивается Единая целая Пум Здесь только та А здесь Центр Видите? И дальше Среди действий Все тоже самое Все остальное Молодцы Неплохо Лоб у нас Большой Или Достаточно Сбедратор Или Нет Значит смотрите Сейчас объясню У нас есть Скоростные блоки Пам Наносится туда То есть смотрите В каких-то случаях Мы делаем На поворотах У нас нет медики Вот Раз Два Три Это то же самое Что вы делаете Быстро Только То же самое Когда вы делаете Быстро Точка Вы ставите Точка То есть идет Атака Чего и требовалось Наказать А вот Если вы стараетесь Вот сюда Подвинуть Тогда у вас Открывается Здесь А этого Делать нельзя То есть блок До центра Отсюда Точка Видите? Центр И рука То же самое Медленно Когда вы повернулись Вот Сюда Вот Позиция Смотрите Движение идет сюда По кратчайше Раз Два Три То же самое То же самое Если отсюда Делать быстро То же самое Понятно Вот Что вам Это я сделал Здесь Насколько далеко А Понятно Очень понятно Вот Понятно Я понял Смотрите Должен вас Есть хорошая новость Ваше тело Умное Природное И в ряде случаев Умнее Чем вам кажется В своей собственной голове То есть Здесь Вот Когда отсюда идем Отсюда идем Из этой точки Дальше Замаживаться не нужно Бам Вот вы делаете просто Бам Движение идет Когда вы идете здесь Оп Из этой точки Вы только медленно И все У вас Ваша паза замахала Она уже готова Никаких дополнительных Замаг Делать Не нужно Вот Смотрите Я сделал первое движение Вот это Я понял Я понял Я понял Здесь идет короткое движение То есть Вот когда вы сделали Да Позиция там Правая 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 Потом Правая Раз Два Три Четыре Вот Отсюда Рука 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 Вот сюда Ее уводить Не нужно Она делает То движение Которого достаточно Для сильного Рука Смотри Вот я стою Тогда она сюда Подпадет Отсюда Идет вот такой Всклеск 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 Видите да Вот этого достаточно То же самое То же самое Смотрите Когда мы делаем Техон У нас есть Полная Полная Когда мы стоим Боевой строй Конечная фаза Конечная фаза Конечная фаза Все Вы делаете Конечную фазу Потому что скоростное движение Бедра Бедра естественно Подсюда Это норма То есть блоки Мы делаем подсюда На медленных тоже На медленных тоже Разворачиваемся Вот смотрите Оп Позиция Раз Два У вас У вас бедра Смотрите За счет чего Происходит За счет чего У вас стену Уже повернутся Если вы зажимаете руку Здесь У вас бедра будут зажать Если вы расстреляете клещи У вас бедра Естественным образом Естественным образом Повернутся И вот здесь Которые зажимать нельзя Почему нельзя Почему нельзя Вот подойди сюда Чуть Они естественно поворачиваться, их не нужно зажимать в прямом положении. Почему? Вот смотрите, да, я не знаю, как это. Каждое свое тело сейчас проверить. Смотрите. Вот смотрите, если вы вот сюда вот. Вот подойди. Вот подойди сюда. Сзади подойди. Вот смотрите. Вот я ставил бедра здесь. Положи руку мне на спину. На лопатку. Не страшно. На правую. Присмотрите. Вот позиция. Видите? Смотрите. Вот горбатая. И вот ровная. То есть ваше тело, умное, оно должно осанку сохранять и выравнивать. Когда вы стоите, раз, два, три. У вас должна быть ровная спина. У вас не должно быть вот это. Вот. И все. И все остальное останется сразу на месте. А там не освобождение руки. Как освобождение? Смотри. Освобождение начинается из точки. Вы стоите в позиции. Оп. В позиции. Видите? Спина ровная. Ровная. Раз. Два. Три. Все. Я вывел. У меня спина ровная. Я вот в таком положении. Вот. Тело. Вы просто держите осанку. И тело само подскажет вам оптимальную форму просто. Понимаете? Вот я про что хочу сказать. Тело умное. Природа. Если вы сохраняете осанку во время исполнения техники. У вас в данном случае бедра занимают оптимальную форму. Смотрю ребят спортсмены. У меня уже начали 45 метров. Нет. Но здесь вот это вот сюда это вы себя закручиваете и перекручиваете. А здесь вот прямая спина, центр и полный реверс. И все. И у вас тогда тело станет на свое место. Смотрите. Вот не так. Посмотрите. Вот так если вы встанете у вас идет. Ну попробуйте. У вас будет перенатряжение вот здесь вот в спине. Вот здесь вот в спине. Вот в этой части спины идет перенатряжение. А вот здесь у вас будет свобода. И в то же время сила. Да. Лопатки. Лопатки. Выравниваем все. То есть вы держите осанку. Вот это простая вещь. Это ключ. Когда вы работаете осанкой, вы должны идти смотреть, чтобы у вас было удобно. Чтобы вам было удобно. Чтобы у вас не было никаких пережимов, перекосов. И основное это сохранение осанки. Вот. Есть предположение, что я не знаю так или нет. Это этимология занимается. Что вот это индийские осанки. Они в корне связаны с нашей осанкой. Ну это один и тот же корень европейский. Вот. С осанкой. То есть это близкие вещи. Потому что йога, если вы занимаетесь там или цигуном, неважно. Все равно там все основано на осанке, на прямой спине. И, так сказать, ну на всем остальным вещах. То есть это вот. Это то, что вашему телу должно быть удобно. А если вы начинаете горячиться, то все. Вы себя ломаете и против ряда ничего не будет. Ну с этим ясность? Все повороты на правую спину. Нигде поворотов на пятую. И остановки. По остановке ног. Самое основное. Уязвимое место. Вот в вашем основном. И у вас есть все. По ритмике все неплохо. Сейчас стали включать. Здесь уже хорошо. Молодцы. Чего не хватает? Не хватает контроля. Стоит на вашу дачу. Здесь на вашу дачу много раз используется. И вот такие вот позиции, конечно, никуда не годятся. Понимаете? Никуда не годятся. Или там непропорциональные позиции. Вот пропорция. Смотрите. Одна ступня. Пол ступни. Посадка. И контроль. Вот видите? 90 градусов. Вот это ваша стойка. И вот в этой стойке максимально будет 5. Не должно быть вот таких позиций. Подобранная позиция, чтобы у вас более или менее в 10 секунд подал. Если не будет стойки на вашей даче, то качество исполнения ямска будет оцениваться как, но не очень хорошая. Какие-нибудь или платформы. Теперь. Сейчас мы еще раз очень сделаем ямсу. Постарайтесь заметить место, от которого вы стартуете. И посмотреть, зайдете в это место или нет. Это в том числе пропорция стойки. Если у вас ямсу. Наиквашу. Если у вас наиквашу не пропорционально, вы в исходную точку не вернетесь. Хотя ямсу по идее, да, это что? Выход из дома, возвращение домой. Туда вернулись, ушли туда вернулись, ушли туда вернулись. Опять же вернулись на месте. В принципе очень не сложная конструкция, план перемещения. Но если не будет пропорций наикваш и даче, не вернетесь на исходную точку. Давайте проверим. И на соотношение с импульсом длинных стоек и негрон. Значит, вот смотрите. Если мы, например, начинаем вот отсюда, йой дальше. И исходную у нас будет вот такая позиция. Можно, конечно, стать йой дальше здесь. И, соответственно, муксо у вас пойдет. Вернее, как. Туда дальше, например, здесь. Тогда муксо пойдет отсюда. Но чтобы удобнее было замерить, мы делаем вот эту точку пересечения. Понятно? Значит, вот мы вышли сюда. Вышли в позицию. Так. Вот. И дальше у нас идет, смотрите. Мы готовим выход. Зинкутсу. Потом мы перешли в негу. Видите? Негу. Перешли. Встали в позицию. Позицию уже немножко по-другому. Опять. Перешли в зинкутсу. Перешли в негу. Вот она у нас позиция. Так. Теперь смотрите. Мы поворачиваемся на часу. Вот мы повернулись. Причем, муксо это, значит, должно быть в негу. Должна быть в негу. Должна быть в негу. Как она должна быть в негу. Да? Идет правая муксо. Раз, два, три. Вот очень важно. Если вы с такой же делаете, где моя нога стоит. Да? И вот после моей ноги она должна вернуться сюда же. В эту точку. Не короче, не темнее. Вот в эту точку. После этого. Повернулись сюда. Идей. Вы повернулись куда? Повернулись сюда. Видите, где мы стояли? Опять же. Сделали раз, два, три. Бум-бум. Да? Вернули ногу в негу. И дальше у вас нога, так сказать, оказалась здесь. Да? Теперь. Что у нас дальше происходит? Вот у нас позиция. На правый часок. Оп. И мы приставляем ногу. И оказываемся точно в месте старта. То есть здесь зависит от чего. Возврат в исходную точку по плану перемещения. Да? Чуть-чуть пошире. Вот так, да. Вот это. Вот. Если вы по плану перемещения. Контролируете пропорцию негу. И вы с удачей делаете туда же, откуда вы стартуете. Нога вот, да? Бум. И она сюда же вернулась. Тогда у вас всё у нас получится. Понятно?